С вами канал Учебник вслух. История средних веков. Шестой класс. Тема урока – Столетняя война. Причины войны и повод к ней. В XIV веке началась длительная и тяжёлая война между Англией и Францией. Она продолжалась с перерывами более ста лет, и поэтому её назвали Столетней войной. Французский король стремился отвоевать у Англии Аквитанию. Без этого не могло завершиться объединение Франции. Но Аквитания была ценным источником доходов, и английский король не желал терять её. Английский король являлся родственником короля Франции. Его мать была дочерью Филиппа IV Красивого. После смерти бездетных сыновей Филиппа IV он заявил о своих правах на французский престол. Армии двух стран. Французское войско состояло из рыцарских отрядов, возглавляемых сеньорами. Рыцари не признавали дисциплины. В бою каждый из них действовал самостоятельно и старался выделиться личной доблестью. Пехота состояла из чужеземных наёмников, вооружённых арбалетами. Рыцари относились к пехотинцам с презрением. Английское войско было организовано лучше французского. Им командовал сам король. Кроме рыцарской конницы, у англичан была многочисленная дисциплинированная пехота, которая состояла из свободных крестьян. Мастерство пехотинцев-лучников достигало такого уровня, что уже самая лучшая кольчуга не могла служить надёжной защитой. Поражение французских войск Располагая сильным флотом, английское войско переправилось через Ла-Манш. В 1340 году в морском сражении в узком проливе у берегов Фландрии англичане разгромили французский флот. Уцелели лишь немногие суда. Через несколько лет военные действия возобновились. Англичане захватили Нормандию. В 1346 году в сражении у Креси французы были разгромлены. Они потеряли полторы тысячи жицарей и десять тысяч пехотинцев. Англичане во главе с наследником престола Эдуардом, прозванным по цвету его доспехов, Черным принцем, свое новое наступление начали из Аквитании. Французы во главе с королем имели двойной численный перевес, но действовали разрозненно. Это мешало им побеждать. В 1356 году произошла битва у города Пуатье, к югу от Луары. Англичане укрепили свои позиции и построили чистокол. Французские рыцари передового отряда, не дождавшись подхода основных сил, атаковали англичан. Вырываясь вперед, они нарушали строй, мешали друг другу сражаться. Под тучами английских стрел, подошедшие к месту боя основные силы французов, также были разгромлены и обратились в бегство. Хронист сообщает, что в этой битве погиб весь цвет Франции. Из пяти-шести тысяч павших половину составляли рыцари. В плен к англичанам попали французский король и его младший сын. На севере и на юге страны хозяйничали англичане. Продолжение войны. Блестящие успехи англичан в войне не привели к их полной победе из-за стойкого сопротивления народа Франции. В 1360 году между Францией и Англией было заключено перемирие. По договору к Англии отошли большие территории на юго-западе Франции и порт Кале на севере. Получив передышку, король Франции увеличил отряды наемников и начал строить военный флот. Была создана сильная артиллерия. Тяжелые пушки, впервые появившиеся в Западной Европе во время столетней войны, стали применять для разрушения и обороны крепостей. Французскую армию возглавил талантливый и осторожный полководец Бертран Дюгеклен, происходивший из семьи мелких рыцарей. Он избегал крупных сражений, внезапно нападал на отдельные отряды противника, нанося ему большой урон. К 1380 году оставшаяся в руках англичан часть Аквитании была меньше, чем в начале войны. На севере они сохранили лишь несколько прибрежных городов. Однако в конце XIV века положение Франции вновь осложнилось. Страну раздирала борьба двух феодальных групп за власть и влияние на психически больного короля. Англичане помогали тем, кто шел на большие уступки. Но в конце концов возник союз Англии с герцогом Бургундским. Захваты англичан во Франции в начале XV века. В 1415 году Большое английское войско высадилось в Усть-Есены и направилось к Кале. У деревни Азенкур французская армия вновь была разгромлена и бежала с поля боя. Через несколько лет войско герцога Бургундского заняло Париж. В его руки попал король Франции, от имени которого он управлял страной. Вскоре больной король умер. Новым королем Франции объявили английского короля. Младенца, которому не исполнилось еще и года. Но законный наследник, 15-летний сын короля Франции, принц Карл, бежал из Парижа и провозгласил себя королем Карлом VII. Он привлек к себе симпатии тем, что встал на защиту независимости страны. Англичане продвигались на юг. Остатки французских войск засели в крепостях на берегу Луары. Английские войска осадили город Орлеан. Его падение открыло бы захватчикам путь на юг страны. Под Орлеаном решалась судьба Франции. Французское войско утратило веру в победу. Наследник престола и знать растерялись и действовали нерешительно. Но народ сохранил мужество и волю к борьбе. Крестьяне отбивали нападения грабителей на деревни. Они устраивали засады и истребляли захватчиков. Разгоралась партизанская война. Уже 200 дней героически оборонялся Орлеан. Горожане возили из далеких каменоломен камни для пушечных ядер. Ковали оружие. Отряды горожан делали смелые вылазки в лагерь противника. Народная героиня Жанна де Арк. В подъеме народной борьбы против захватчиков и их изгнании большую роль сыграла Жанна де Арк. По описанию современников, это была высокая, сильная и выносливая крестьянская девушка. Она обладала быстрым, находчивым умом, хорошо ориентировалась в сложной обстановке. С детских лет Жанна видела бедствие своего народа. Впечатлительной, очень религиозной девушке казалось, что она слышит голоса святых, побуждающих ее к военному подвигу. Она была убеждена, что ей предназначено Богом спасти родину от врага. Ей не было и 18 лет, когда она покинула родные места, чтобы участвовать в борьбе с англичанами. Жанна прежде всего хотела доказать, Бог желает ухода англичан из ее страны. В ближайшем городке ей удалось убедить коменданта крепости помочь ей. Он дал Жанне мужскую одежду, оружие и несколько воинов для сопровождения. Наконец, девушка добралась до крепости на Луаре, где находился наследник престола, и добилась встречи с ним. Придворные поняли, что ее глубокая вера в победу может поднять боевой дух войск. Поэтому Жанне выделили отряд рыцарей. Вместе со всем войском они направились на помощь Орлеану. Войско возглавляли опытные военачальники. По пути девушку встречали с восторгом. Народ поверил, что Жанна спасет Францию. Перед походом Жанна де Арк послала письмо англичанам, стоявшим под стенами Орлеана. Она требовала отдать ей ключи от всех захваченных городов и предлагала мир, если англичане уйдут из Франции и возместят причиненный ущерб. В противном случае Жанна грозила врагам учинить такой разгром, какого не видели во Франции уже тысячу лет. С прибытием Жанны в Орлеан начались решительные действия против неприятеля. Ее пример воодушевлял воинов, которые, по словам участника боев, сражались так, как будто считали себя бессмертными. Через 10 дней осада с Орлеана была снята. Англичане отступили на север. 1429 год, год освобождения Орлеана от осады, стал переломным в ходе войны. Но пока Карл не был коронован, он не считался законным королем. Жанна убедила его выступить в поход на Реймс, город, где издавна короновались французские короли. Путь до Реймса в 300 километров армия прошла за две недели. Во время коронации вблизи короля со знаменем в руках стояла в рыцарских доспехах Жанна. Гибель Жанны де Арк. Необычный успех и слава простой девушки вызывали страх и зависть у знатных людей. Они хотели оттеснить Жанну от руководства военными действиями, избавиться от нее. Однажды Жанна с отрядом преданных ей воинов сражалась с бургунцами, сделав вылазку из крепости Кампьон. Окруженная со всех сторон врагами, она пыталась вернуться в крепость, но ворота оказались закрытыми, а мост поднят. Было ли это предательством или трусостью коменданта крепости, неизвестно. Бургунцы захватили Жанну в плен и продали ее англичанам. Карл, которому Жанна обеспечила корону, даже не попытался выкупить героиню из плена или обменять на кого-либо из знатных пленников. Долгие месяцы провела Жанна в тюрьме. Ее держали в железной клетке с цепью на шее и на ногах. Чтобы оклеветать Жанну в глазах народа, англичане решили приписать победы героине вмешательству дьявола. Ей предъявили страшное в то время обвинение в колдовстве. Жанна предстала перед судом инквизиции. Судили девушку французские епископы, перешедшие на сторону врагов короля. Ученые и судьи всячески старались запутать девушку, но на каверзные вопросы Жанна отвечала разумно. Инквизиторы пугали ее пытками, хотя и не решились их применить. В мае 1431 года Орлеанская дева была сожжена на костре в городе Руане. Только спустя четверть века король приказал провести пересмотр судебного процесса, ведь иначе получалось, что своей короной он обязан колдунье. Новый суд объявил прежний приговор ошибкой. В 20 веке Папа Римский причислил Жанну де Арк к лику святых. Народ долго не верил в гибель своей девы. Память о Жанне де Арк бережно хранит благодарная Франция. Конец Столетней войны. После гибели Жанны народная освободительная война развернулась с новой силой. В Нормандии против англичан действовали десятки тысяч крестьян, вооруженных копьями и вилами. Война становилась для Англии разорительной. Большим успехом короля Франции было примирение с герцогом Бургонским. Король создал постоянную наемную армию, увеличил артиллерию, в войске укреплялась дисциплина. В 1453 году последний оплот англичан в Квитании, город Бордо, сдался. На этом Столетняя война закончилась. У англичан на французской земле еще на столетие остался один порт Кале. Подвиг горожан Кале. Вскоре после битвы при Креси английская армия осадила порт Кале на северном побережье Франции. Осада продолжалась около года. Измученные голодом и боями защитники Кале были вынуждены сдаться. Английский король согласился пощадить жителей, если шесть наиболее уважаемых горожан будут казнены. С веревками на шеях, в саванах смертников отправились в лагерь победителей те, кто согласился добровольно умереть ради спасения своих горожан. А остальные горожане с семьями, должны были налегке покинуть город, который заселили англичане. В конце XIX века знаменитый скульптор Агюст Роден изобразил подвиг шести горожан, создав великолепную скульптурную группу «Граждане Кале». Крестьянские восстания во Франции и в Англии. В 1348 году на Европу обрушилась эпидемия чумы, названная «Черной смертью». Она унесла от третьей до половины населения. Столетняя война принесла народам новые бедствия. Особенно страдала Франция. Налоги непрерывно росли, и свои и чужие войска опустошали страну. Когда же начался сбор налога для выкупа короля и знатных сеньоров, попавших в плен в битве при Пуатье, то вспыхнуло крестьянское восстание. Оно началось на северо-востоке Франции в мае 1358 года и вошло в историю под названием Жакерия от презрительной клички крестьян – Жаки. По словам хронистов, в нем участвовало до 100 тысяч крестьян. Предводителем самого многочисленного отряда стал крестьянин Гильом Каль. Он пытался объединить Жаков и внести в крестьянское войско порядок. Дворяне решились на обман. Пригласив Каля на переговоры, они коварно схватили его, заковали в цепи и тут же атаковали крестьян. Оставшиеся без предводителя, не знавшие военного дела, Жаки были разгромлены. Но феодалы больше не осмеливались увеличивать повинности. В мае 1381 года восстали английские крестьяне. Их предводителем стал сельский ремесленник Уот Тайлер. Крестьяне двинулись к столице, написав на знамени «Да здравствует король Ричард и его верный народ». Бедняки Лондона открыли городские ворота и вместе с ними стали громить дворцы ненавистных советников короля и здания судов. Убивали судей и чиновников, сборщиков налогов, жгли сборники законов. 14-летний король Ричард II согласился встретиться с крестьянами. Во время переговоров восставшие вручили ему свои требования. Ни один человек не должен больше быть лично зависимым. А за землю следует вносить лишь небольшую плату. Барщину необходимо отменить. Никто не должен никому служить, иначе как по своей воле. Король обещал выполнить требования крестьян. И многие ушли из Лондона. Но вскоре на новых переговорах Уот Тайлер был предательски заколот мечом, а над восставшими учинили жестокую расправу. Все уступки крестьянам были отменены. Однако к концу XIV века большинство английских крестьян так или иначе стали лично свободными, а вскоре многие господа отказались от барщины. Настроение во французском войске после победы под Орлеаном. Из письма знатного юноши своим родным. У короля такое большое войско, которого давно уже не видели, никогда еще люди не шли на ратные дела с такой охотой, как нынче. Моя рота тоже растет, но у двора так мало денег, что я не надеюсь тут ни на какую помощь. Поэтому прошу вас, матушка, продать мои земли, либо найти другой способ раздобыть деньги ради спасения нашей чести.